ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ Большинство личных мероприятий были отменены до этого, включая первые три мероприятия серии чемпионатов, запланированные на этот год. За это время игроки закончили тем, что закрыли магазин одним из двух способов. Играли, используя свои бумажные карты в веб-камере против людей в Дискорд, или использовали один из нескольких неофициальных двойных симуляторов. Также в Дискорд. Эти приложения бесплатны в использовании и позволяют пользователям создавать колоды из любых карт в игре и объединяться со своими друзьями, чтобы проверить свои навыки. Сами Konami никогда не выпускали конкурирующий продукт, вместо этого придерживая серии из одного, часто в основном однопользовательских игр, которые позволяют игроку сражаться против длинной серии противников, управляемых искусственным интеллектом. У них есть двойные ссылки, которые существуют уже несколько лет, но предназначены для более быстрой и сжатой версии основной игры. Но его история оставила игроков разделенными. Когда в прошлом году был анонсирован MasterDual, бесплатный двойной симулятор с профессиональными производственными ценностями звучал потрясающе, но будет ли он также глубоко погружен в систему игрового процесса типа Gatch? Как и в его сестринской игре. Ответ, немного да и немного нет, но в целом мой опыт работы с MasterDual до сих пор заключался в том, что это именно то, на что он претендовал, включая оточенную пышную графику, которую можно было бы ожидать от официального продукта. После входа в систему и загрузки полной версии игры, игрокам предоставляется относительно скудное меню опций. Первый и самый большой вызовет игрока на рейтинговый матч против незнакомца с таким же рейтингом. Это работает почти так же, как система дуэли игрок против игрока, но многие будут разочарованы, услышав, что нет возможности провести настоящий матч лучший из трех с боковым настилом. Вместо этого каждая игра лучшая из всех. Ты также можешь найти своих друзей и сразиться с ними специально, но, очевидно, с меньшим количеством наград, чем сватовство. Второй вариант позволяет вам настраивать и редактировать свою колоду, а также позволяет игрокам находить и создавать определенные карты. В отличие от множества валют и возможностей в двойных ссылках, здесь все довольно просто. Карты делятся на четыре редкости, и ты просто обмениваешь 30 шаров в соответствующей редкости, чтобы получить копию любой карты. Это чрезвычайно легко понять, и что очень важно, это позволяет игрокам быстро приступить к созданию колоды, в которую они хотят играть, вместо того, чтобы тратить ресурсы на то, чтобы медленно продвигаться вверх. Это связано с третьим вариантом, легким режимом соло в игре, по сравнению с более надежными предложениями, найденными в платных играх игр. Режим соло здесь фокусируется на знакомстве игроков с отдельными архетипами монстров, в основном с помощью небольших свалок знаний и сеансов с колодами одиночек. Ну, это здорово, попробовать разные колоды без риска, и несколько из этих уровней вознаграждают вас колодой, которую можно использовать в многопользовательском режиме. Учебных пособий недостаточно для демонстрации возможностей колоды. Кроме того, соотношение карт не идеально, а это значит, что тебе, вероятно, придется продолжать перезапуск, пока ты не получишь подходящую стартовую комбинацию. Наконец-то у нас есть ужасный магазин, и само собой разумеется, что именно здесь возникает большинство моих проблем с этим названием. Однако, это имеет меньше общего с игрой, требующий денег, и больше из-за неясной природы функционирования карточного магазина. В настоящее время доступны три основных варианта набора. Один с текущими мета-архетипами, один со старыми классическими стратегиями, и один, который, похоже, содержит все карты в игре. Вытаскивание супер- или ультра-редкой карты из архетипа из одного из этих пакетов откроет опцию пакета, больше ориентированную на этот архетип, но только на 24 часа, что, похоже, предназначено для создания страха пропустить у игрока. Хотя вы также можете разблокировать таймер пакта, просто создав супер-редкий предмет, или вытащив супер-редкий предмет из указанного пакета, а мастер дуал не предоставляет вам эту информацию заранее, так что бойтесь пропустить. Это может привести к тому, что игроки будут делать много неоптимальных рыбков, не осознавая, что они могли бы тратить свои более сложные и драгоценные камни более эффективно. Эта система откровенно отстойна, и я хотел бы, чтобы она была скорректирована в будущем. Я тоже не в восторге от того, что в основном все колоды потребуют одинакового объема инвестиций в ресурсы. Не потому, что я не хочу, чтобы больше людей играли с очень хорошими колодами, а потому, что это несколько затрудняет оправдание создания колоды среднего класса только потому, что вам нравится, как она играет. Я играл во много разных бюджетных колод в бумажной игре, собрать которые мне обошлось очень дешево. Но в мастер дуал это будет такой же объем работы, как и создание колоды с мета-оплатой. Мастер дуэль в настоящее время представляет собой достаточно простой опыт, который обеспечивает то, что ему нужно, но не что-то еще. Я впечатлен тем, что внимание уделяется тому, чтобы позволить игрокам сразу включиться в соревновательные поединки, предоставляя им инструменты для быстрого создания любой колоды, которую они хотели бы. Презентация безупречна, если не считать множество опечаток в оригинальном тексте игры. Мне нравится темп яркой анимации, которая придает большой вес и удовлетворение каждому удару, нанесенному твоему противнику. Я только хотел бы, чтобы было больше различий в том, насколько легко создавать старые, менее конкурентоспособные колоды, чем новые вещи, которые будут продаваться в магазинах в 2022 году. О, и Konami, пожалуйста, обнови список групп. Мы умираем с голоду. Noisy Pixel дает дуэли Юги Ома 8 баллов из 10. Спасибо, что посмотрел. Пожалуйста, прочти полный обзор в Noisy Pixel.net. Noisy Pixel управляется группой геймеров, которые упорно трудятся, чтобы предоставить вам последние новости, обзоры, предварительные просмотры и многое другое. Пожалуйста, подпишись, чтобы быть в курсе нашего будущего контента. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!